спортивная составляющая чемпионата мира здесь не скажешь что что-то очень плохое потому что было очень много очень интересных матчей триллеров где на последних секундах там решалась судьба матча такие матчи было довольно много и конечно пола была очень большая надежда что плей-оффе уже этот и качество игры уже растет до небес но этого не случилось 1 8 финале все же три игры из 8 было были качественным остальные были не качество не основные может быть они про праве правильно сказать некачественное но это качество не был не было таким высоким чтобы там вас так быть восхищенным по поводу того что там на поле было качество вот такое и это вызывает конечно большой вопрос почему но видите там игры через пару дней и больше может быть что физически футболисты не выдерживают просто такие нагрузки самый худший матч по качеству плей-оффов был матч испания-россия там случилась такая вещь что казалось бы испания одни из ведущих футбольных держав мира прекрасный тамашний лигой обязательно должна победить россию которая выступает очень слабо можно конечно быть довольными победами над саудовской арабии но есть футбольные специалисты они конечно смотрят просто технические тактические данные и можно было сразу видеть что спорная россия очень плохо готова и довольно плохо играет и казалось бы тут нету никаких проблем испания должна победить россию но люди забыли что все таки и в испанской сборной случились события которые влияли на качество его игры именно у испании уже когда команда находилась краснодаре базе футбольного клуба краснодар у миллиардера сергея галицкого и они тренировались на полях академия футбольного клуба краснодар случилось невероятно испанская федерация уволила их тренера причина была то что тренер заключил договор с мадридском реалом что он будет после чемпионата мира работать в мадридском реале это стало поводом уволить тренер но неслыханное дело почему это так важно казалось бы уже команды же готовы уже и там но что может там еще случиться назначай любого тренера к к сожалению это не так футбол к сожалению такая сложная вид спорта что каждая новая метла метет по новому вы назначаете нового тренера и ждите другого футбола такого футбола который был при прежнем тренере не будет потому что все индивидуально все зависит от таланта соответствующего человека который назначена тревером тревером и испанской сборной был назначен известный футболист херра который очень известен для российской публики потому что он был капитаном матрицского реала очень известный защитник но он был спортивно директором сборной у него тренерская практика очень маленькая а берн шустер известный немецкий футболист который многие годы и играл испании тренировал прямо вот так и говорит что иера никакой не тренер он не владеет тренерским мастерством и там ничего ждать не надо ноги были очень довольны потому что это было и перед игрой с россии что он там несет но матч показала что качество игры испании было ниже плинтуса конечно же еще хуже играла сборная россия возглаваемая в станиславом салам очень черсесом это было просто какой-то ужас просто команда стояла у своей страховой площади играла медленно играла слабо плохо но видите испания тоже играл очень слабо плохо и случай помогал сборной россии попасть следующий раунд конечно испанская газета оценивая качество игры сборной испании и россии говорит что матч был на уровне третьей лиги испании и это реалистическая оценка именно как каждый человек который смотрел этот матч просто ужаснулся качеством игры которые показывали футболист но вот видите футбол такая вещь что ты можешь быть тоже очень слабым но если твой соперник который как будто бы сильный тоже играет слабо у тебя появляется шанс везло так везло как россии говорят но вот или на этот раз слава богу везло российским футболистам потому что они то конечно всегда стараются бьются это всегда известно это конечно арактеры русских футболистов и наконец-то им жизнь повезло несмотря на очень слабого тренера сборной станислава саламовича черчесова вы смотрите ару тв